Отгремели праздничные салюты и мы еще раз доказали миру, кто победил фашизм, сколькими жертвами «Добыта победа». Мифы эти не меняются из года в год, поэтому стоит в очередной раз их разоблачить. Нужно такое помнить, что все эти разговоры про Вторую мировую войну, они только отчасти о прошлом. Главным образом все эти мифы про наше настоящее и будущее. Подрывая наше героическое прошлое, титанические усилия и жертвы в годы Великой Отечественной, западные пропагандисты попросту стараются показать, что Россия — это монстр. Было в прошлом, остается сейчас и будет такой в будущем. Ни на что не способная страна, которая сама еще и Гитлера спровоцировала. И так одно из популярных баек о том, что победили Германию Соединенные Штаты и союзники. Кто воевал во время последних этапов Великой Отечественной и вошел в Берлин, в этом случае не очень понятно и не очень-то важно. Но там, где создаются пропагандистские мифы, логика, судя по всему, не важна. Молниеносной войны не случилось, и Гитлер проиграл войну уже в 1941 году. Это было ясно всем. Вопрос стоял только во времени, когда Гитлеру окончательно будет сломлен хребет. Поэтому всем тем, кто воевал именно в 1941 году и принял первый мощный удар на себя, пытаясь остановить врага, показав ему, что Отечество свое не отдадут, надо отдать самый низкий и святой поклон за то, что они своими жизнями, по сути, дело предопределили нашу победу в мае 1945 года. Дело антироссийской пропаганды поставлено на поток, и Запад в своих стремлениях очернить нашу победу, подавить народ-победитель и унизить, размазать нас, потомков, своих дедов и отцов, представив миру ничтожность нашей роли как страны-победительницы, отстоявшей свою независимость и свободу стран Европы. Но как бы нас ни пытались уничтожить и стереть нашу память, главное, чтобы мы в России все помнили правильно и понимали, что живы мы, потомки, благодаря огромным жертвам именно наших предков. А что до мифов, то ветер истории развеет и их, пишет Планета Тудей. Бессмертный полк тому прямое доказательство. Река тех, кто носит из года в год, вот уже пять лет подряд, портреты своих родных и близких в едином строю не иссякает, а только наполняется новым смыслом и содержанием. Осмысливает событие и тот, кто впервые взял на этот парад чести, кого взяли на этот парад чести и воинской доблести. Если перейти на личности, то скромность тут, конечно, в этом случае неуместна. Только в моей семье потери на войне исчисляются несколькими жертвами. В первый же год войны был сбит военный самолет, за штурвалом которого был мой дед, мамин дядя. В свободное время он любил петь. Пел, как рассказывала мама главную партию оперы «Регалетта» в Ленинградском доме культуры, где занимался вокалом, выступал на сцене. На войне погиб и мой дядя Валя, старший брат мамы. За трудовые военные будни медалью, за трудовую доблесть в Великой Отечественной войне были награждены мои родители, работавшие на фронт, на победу на военном заводе. Который эвакуирован был в Казань из Ленинграда. Маму вместе с заводом молодой девушкой, 17 лет, вывезли из блокадного города, где они с подругами после смены помогали тушить фугаски на крышах театров, музеев и жилых домов. Спали прямо в цехе у станка, не выходя с завода, затем уступали место сменщику. Праздновали День Победы и мои дочери, отдыхая в эти дни в Турции, в Москве, шли под ураганным грозовым ветром и градом. Бессмертный полк. Минуты и часы этого праздника, когда с портретов на нас глядят молодые, но строгие лица родных пронзительны. А сколько молодых и разных лиц глядят на эти лица. Пусть видят американцы, англичане, пусть смотрят мир, что это наша победа. Это «Итоги недели». В студии автор и ведущий Людмила Суверток. Здравствуйте. Это невероятное чувство, когда мы вместе, когда мы рядом, пишет ВКонтакте Юлия Казанцева, идущая в строю бессмертного полка. А рядом, продолжает она, идут незнакомые, но очень свои люди, когда все вокруг думают об одном и том же, что мы едины и мы непобедимы. Слезы взрослых, вопросы малышей. Почему? И тут же объяснение. Потому что необходимо чтить и помнить. Нас много, нас реально много, потому что с нами наши родители, дедушки и бабушки, наши любимые на портретах, которые в душе. Рука об руку идут правнуки, внуки и дети. Мы вас вспомним, дорогие, потому что любим. Мирного неба над нашей головой. Не дай бог войны. Мы с Лог-ТВ вели в этот день прямую трансляцию с этого главного праздника страны, с нашего сухоложского праздника. Вот только небольшой кусочек. Посмотрите, вспомните, встрепенитесь. Это мы, дети, внуки и правнуки, победители. Давайте помолчим и посмотрим на себя со стороны. Идем колонна бессмертного полка. Встать в нее может каждый, кому дорога память о фронтовиках. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 что ребята из поискового отряда «Память» нашли место захоронения его дяди, тоже Андрея Вагина, в братской могиле небольшого польского городка. Среди 657 советских солдат покоится и его прах в братской могиле. Андрей Юрьевич с семьей в прошлом году привезли на могилу дяди Сухолужской землицы от родного дома. А нынешнюю весну Андрей повезет и установит отдельную табличку с именем своего родственника, своего дяди-героя. Андрей Юрьевич от всей души тоже поздравляет вас, уважаемые сухолужцы, 74-й годовщиной Великой Победы. Эта победа принесла стране славу на века. Красная армия победоносно прошла по всей занятой фашистами Европе, дошла до вражеского логова. Так было, мы знаем это из книг о рассказах тех, кто приближал победу. Знаем из семейных альбомов и старых снимков, рассказов своих родных. Эту победу мы никогда и никому не отдадим. Впервые сухолужцев поздравил с этим Великим Днем руководитель второй, созданный в городе, управляющий компанией «Кристалл» Олег Изгагин. Конкуренция, которая живет в человеческом суперэго и стоит между любыми мужскими отношениями, после совершенно натуральной драки получает свое, измолкает, наконец, знакомая. Отдыхая на курорте с сыном, рассказывает историю, когда сын пришел, как и договаривались встретить маму из караоке и обнаружил рядом мужчину, который пытался помочь ей спуститься с крутого склона. Подойдя к матери, сын предложил ей идти домой и услышал, от этого мужчину что-то вроде «это моя женщина». Согласно мужским правилам, он затеял с ним драку, которая закончилась совместным разбитием Рома. Итог. Двое мужчин, не имеющих цель обидеть там, но имея мужское внутрое хорошее воспитание, затеяли звериный бой по морально-этическим соображениям. А это уже наша сухоложская история. За маму вступился парнишка лет восьми, схватившись с 14-летним подростком, оскорбившим, по всей видимости, его маму. «Твоя в кабинете сидит, а моя все равно лучше», – кричал малыш, едва сдерживая слезы обиды. Из носа упрямой струйкой бежала кровь, которую он размазывал по щекам. Я его пнул, зато, задыхаясь от боли и обиды, продолжал восьмилетний герой, что он плохо назвал мою маму, а он мне разбил нос. Узнала ли об этом мама? Дело второе. Но сам факт того, как тот и другой сыны бросились на защиту, о многом говорит. Должны же какие-то мужские черты быть привиты в этом возрасте, причем об этом настоящие даже маленькие мужики не рассказывают. Родители таких сыновей только случайные, только от кого-то посторонних могут узнать, что сын подрался. А вы что думаете по этому поводу? Так, наверное, и вырастают из парнишек настоящие защитники семьи и становятся сынами Отечества, защитниками своей страны. Это итоги недели. А вот другая история, которая повергла, если не в шок, то уж точно симпатии к методам воспитания и степени воспитанности вовсе не вызывает. Вот отрывок из письма одной нашей сухоложанки. Назовем ее условно Маргарита Ивановна. Маргарита Ивановна описывает картину, свидетелем которой она стала. А теперь постараюсь, не выдавая деталей, приблизить увиденное настолько, чтобы те, о ком идет речь, себя узнали. Из подъезда дома адрес указывать не буду, выходит ребенок с мусорным мешком. И у стены магазина монетка закапывает его в снег и ногами затаптывает, притопывает и отправляется дальше по своим делам. Наутро снег был уже разрыт собаками и содержимое разбросано по улице. Почему ребенок так поступает? Да потому что так делают его родители. Что говорит этому подрастающему, надменному и уверенному в своей вседозволенности сыну или его мама? Как реагировать на поступки, где сын выглядит не лучшим образом? Похоже, проще всего не замечать. Что уж тут такого, другие вон чё, и то ничего. Но лучше Маяковского, пожалуй, не сказал. Никто вырастет из сына свин, если сын свиненок. Служебный автомобиль папы, подростка, можно постоянно видеть во дворе, продолжает наша сухоложанка-телезрительница. Кроме самого отца, машина отвозит и привозит ребенка в школу и из школы на тренировку из тренировки. Личный же автомобиль семьи стоит строго против подъезда. Не дай бог, если кто-то займет это место, летит такой мат, что слышит весь двор, чтобы другим не повадно было. Хозяин, как оказалось, забил это место. Пригнал бетономешалку с места, где работает. Залил участок земли, решил, что кусок этой земли теперь его собственность. Помешали жильцу и яблони во дворе, красоту которых во время цветения снимают на телефоны. Те, кто ее любуются и умеют ее ценить. А тара из-под выпитого, банки из-под пива, которую опустошает сосед, тоже летят под балконы. Вот вам еще два мужика, старый в смысле возрастной и малый, с их жизненной позицией. Это итоги недели. В продолжении темы порядка и порядочности. Берегите в себе человека, сказал в свое время писатель Антон Павлович Чехов. Но это труд души. А душа, к сожалению, трудиться умеет не у каждого. Отдельно стоит сказать и о теме, которую поднял инцидент. Мы нередко выбрасываем мусорное ведро, а потом мусорный контейнер, отработанные батарейки, аккумуляторы от сотовых телефонов, энергосберегающие, ртуцодержащие лампы, не задумываясь, что убиваем почву, воду и все живое в ней. Ведь все эти такие нужные и полезные вещи в свое время содержат тяжелые металлы, цинк, свинец, ртуц, пока находятся в сухом месте, абсолютно безопасны. А стоит им попасть в почву или водоем, начинается процесс окисления. И тогда итог страшен. Не выбрасывайте батарейки, энергосберегающие лампы и аккумуляторы от мобильников вместе с обычным мусором. А всегда сдавайте их в специальные пункты приема. Этим занимается вожатский отряд Центра дополнительного образования. Кстати сказать, туда и можно отнести отслужившие опасные эти самые штуки. Не обязательно каждый раз бегать и сдавать одну лампочку или пару батареек. Можно подкопить эти отходы дома и потом кучей вместе сходить и сдать. Это итоги недели. Мы совсем ненадолго прервемся для рекламы. Оставайтесь с нами. Не прошли майские праздники и без картин трагических событий. 4 мая между 3 и 5 часами дня по улице Свердлова в результате пожара сгорело два частных дома. На тушение пожара прибыли 4 спецмашины и 15 пожарных. На протяжении более двух часов пожарным не удавалось справиться с огнем, так как порывы ветра в этот день достигали 10 метров в секунду, что способствовало мгновенному распространению пламени и усложняло работу. В результате сгорел частный жилой дом на дворной постройке, две деревянные частные бани и кровля гаража от второго дома. Остался лишь остов. По факту пожара проводится доследственная проверка, устанавливается причина пожара и нанесенный от него ущерб. В эфире итоги недели. Погода стоит почти летняя, тепло и сухо. И самое время, в общем-то, погулять по лесу, подышать свежей зеленью, запахом диких черемах, посушить менее птиц. Во время путешествий по лесу, советуют МЧСовцы, и не стоит одеваться в камуфляжную одежду. Ведь в случае, если вы заблудились, то шансы отыскать вас будут крайне малы, они уменьшаются. Кроме того, не стоит надевать шорты, ведь насекомые могут покусать ноги. Лучше натянуть обычные штаны, даже если жарко, не защитят вашу кожу. Во время походов в лес надо отдавать предпочтение яркой одежде, которая позволила бы спасателям отличить вас от листвы. К примеру, таким цветом является ярко-голубой-красный. Кроме того, нужно надевать длинные брюки, удобную обувь и головной убор. В светах деревьев могут падать клещи, которые, попав на волосы, также могут присосаться, что вы и не заметите. Также для похода в лес необходимо брать компас, нож и заряженный телефон. Также необходимо предупредить родственников о сроках возвращения. В МЧС также добавили, что при возникновении критической ситуации, даже при нулевом балансе, можно позвонить на номер 112 и связаться со службой спасения. Из народных новостей 3. В конце апреля были протоплены квартиры, замечу, после капитального ремонта в доме номер 7 по улице Пушкинской. На вопрос, как нам дальше быть, последовал ответ управляющей компании Сухоложской. Ваш многоквартирный дом передан по акту приемки-передачи на капитальный ремонт силами регионального оператора. Сегодня юристами управляющей компании Сухоложской направлена претензия подрядной организации решить в досудебном порядке вопрос по возмещению вам ущерба. Остается ждать или действовать параллельно? 7 мая православные отметили первую родительскую субботу после Пасхи. Многие из нас побывали на кладбище в Радоницу, чтобы помянуть родных, что я увидела сегодня, когда приехала на кладбище, причем была приятно удивлена, пишет жительница нашего города. На входе в главные ворота мешки для сбора мусора для всех, кто пришел прибрать могилки родных. Рядом с воротами несколько контейнеров, с контейнерами огромные залежи мусора. Неприятно, но пытаюсь не обращать на это внимания. Кстати, о таких кучах на дорожках на территории кладбища, которые неприятно поражали своей беспечностью, пишет и другая наша жительница. Посетители обратили внимание, что территория обрабатывалась от клещей. И что еще приятно, для посетителей был организован подвоз воды. Но на выходе с кладбища реально мусора уже возле контейнеров не было. Он был вывезен, пока посетители занимались уборкой мест захоронения своих родных и близких. Заросла территория за домом номер 52 по улице Гоголя. Заросли давние и практически непролазные. Дело осложнено тем, что это не просто территория. По ней проходит газовая труба. А если малопонятливый, бросит спичку, непотушенный окурок, пожар, огонь не пощадит и не будет считаться ни с чем. И крайние тогда найдутся быстро. А почему бы не отыскать их, пока гром не грянул? Ну а теперь новости коротко. Сразу три награды принесло семье специалиста по охране труда Соколожского подразделения Фурос Оксаны Тарасовой участие в корпоративном конкурсе, приуроченном к Всемирному дню охраны труда, который отмечался в майские праздники. Его итоги подвели накануне профессионального праздника. Творческий конкурс в преддверии Всемирного дня охраны труда компания Фурос в этом году провела уже в третий раз. Детям-заводчанам вновь предложили создать плакат с 3D-элементами или подделки с использованием средств индивидуальной защиты. А среди работников подразделения был объявлен конкурс на лучший рассказ или стихотворение. При подведении итогов конкурса в Соколожском подразделении компании сразу три награды достали семье Тарасовых. Знаменитые Катюши поздравили односельчан с Днем Победы сотрудники Курьинского подразделения компании Форос на празднике, посвященном 9 мая. Одной из самых известных отечественных песен исполнили контролеры ОДК Ольга Трешанина и Анастасия Воложанина, уборщик производственных и служебных помещений Людмила Леушина и секретарь Лариса Ибатулина. Этот год юбилейный для системы финансов Свердловской области. Ей исполняется 100 лет. Празднование столетия Минфина 1 августа, однако юбилейные мероприятия уже начались. Глава городского округа Роман Валов провел уже несколько уроков финансовой грамотности для школьников в тему наполнения и траты городского кошелька. Глава рассказал о некоторых секретах, как и кто наполняет городской бюджет, как и на что расходуются его средства. Вновь возобновлены встречи с родителями по правилам поведения детей на дорогах. О безопасности дорожного движения состоялся разговор с родителями школы номер 17. Учащаяся этой школы 25 апреля, катаясь на велосипеде, попала в аварию и была травмирована. А в детском саду номер 43 «Малыш» прошло очередное заседание муниципального ресурсного центра, на котором был представлен опыт работы детских садов по программе Уральской инженерной школы. Встреча в формате семинара-практикума позволила расширить практики педагогов по теме актуальной технологии ранней профориентации по рабочим и инженерным профессиям будущего. 6 мая Центр дополнительного образования собрал тех, кто хотел показать свое певческое искусство. Участвуя в муниципальном конкурсе военно-патриотической песни, поклонимся великим тем годам, посвященной 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Таких участников оказалось 55. Свои таланты продемонстрировали 11 солистов, 4 дуэта и 3 ансамбля из шести образовательных учреждений. Были исполнены известные и малоизвестные произведения о войне. Таким образом, в песнях на сцене ребята как бы воплотили часть тех далеких исторических событий, которые теперь стали ближе и понятнее исполнителям и зрителям. Конкурс строя песни юноармейских отрядов прошел в праздничный день утром 9 мая на площади героев. Участвовали отряды из гимназии номер 1, школ номер 2, 5, 7, 10 и 17. Конкурс собрал немало зрителей. Первое место жюри присудило отряду школы номер 17, второе – гимназии номер 1 и третье место получила школа номер 2. Мы готовились каждый вечер в школе, репетировали постоянно. Мы хотели эту победу. 6 мая на вновь открытом стадионе 17-й школы состоялось торжественное награждение победителей и призеров муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». А несколькими днями ранее были награждены абсолютные победители в личном зачете по сумме трех этапов на кубок начальника управления образования по стрельбе из пневматической винтовки. Вторая сухоложская родословная научно-практическая конференция «Моя родословная» прошла 11 мая в селе Рудянском. Его организаторами снова выступила уральская историка «Родословное общество Центра традиционной народной культуры». По старому календарю прошел 5 мая день печати, который почему-то помнят больше, чем новый, 12 января. 6 мая день радио, а вот 12 мая — всемирный день медицинской сестры. Дорогие медицинские сестры, хочется пожелать вам спокойных смен и как можно меньше волнений. Пусть ваша жизнь всегда и во всем складывается только так, как вам хотелось. Поберегите свое здоровье, потому как вы нам всем нужны и важны. Пусть вас окружают заботы близких и уважение, и благодарность ваших пациентов. Два года в Шри-Ланке, три в Индии, четыре в Кении. Это тюремные сроки за использование полиэтиленовых пакетов. Как развивающиеся страны спасаются от экологической катастрофы? Так именно. У нас полиэтилен — часть жизни, без которой мы ну никак не обходимся. Пакеты везде, даже в рационе у коров, пасущихся на полях. В связи с окончанием отопительного сезона, а последним днем, когда батареи грелись, было 6 мая, начата работа по прессовке и промывке сетей тепловых. Накануне Дня Победы, муниципальное унитарное предприятие «Горкомсети» вычистили и запустили нашу гордость — городской фонтан. На староцементном заводе новый директор Андрей Петров. Ранее он трудился на Сухоложском цементе. Смело форму собственности наряду с совхозом Сухоложским и знаменское хозяйство. Городские бани с 1 июня закрываются на ремонт, а с 2019 уже не в пример к прошлым годам возобновляют работу, но в режиме сменности мужских и женских дней, потому как в мужском отделении в этом году наконец-то добрались до серьезного ремонта. О городском рынке пока ничего неизвестно, арендатор не находится. Все как-то подуспокоилось и ничего разумительного. И под занавес. Майские короткие ночи и рассветшие успокоившиеся вечера. Приятно побродить по тихим улицам. Подумать невероятно, но яблоневый цвет нынче распустился одновременно с Черемуховым. Но почему-то Черемуха нынче не пьянит своим неповторимым запахом. Может, это только в городе? Ничто не заменит старой дружбы. Годы не прибавляют друзей. И они их уносят, разводят по разным дорогам. Время испытывает дружбу на разрыв, на усталость, на верность. Редеет круг друзей. Но нет ничего дороже тех, что остаются. И еще факты, о которых не могу умолчать. Если память каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне почтить минутой молчания, мир замолчит более чем на 50 лет. А если бы все погибшие прошли парадом памяти, колонна шла бы почти 19 суток. Разве такое можно забывать? В семье только по линии деда знаю, что воевал его отец, прадедушка. Закончил, как я помню, финскую войну. Прошел. И служил во время войны на границе в Азербурджане, да, если я помню? На Кавказе. На Кавказе. Приехал живым. Я уже, получается, третий раз на посту. Вот. Знаете, это как... Когда ты еще в армию не пошел, ты, получается, возможно, так отдаешь долг родине. То есть, ну, испытываешь такую даже гордость, что ты стоишь на этом посту. Это, не знаю. Ну, очень приятное чувство. Ну, прям, гордость берет. Это, конечно, необычное дело. Ну, я тоже уже в Союне первый год уже. Вроде бы тоже третий или четвертый даже год, точно не помню. Ну, тоже, как уже сказал мой партнер, то, что чувство гордости, это не просто... Это какое-то вдохновение для меня стать лучше, стать солдатом, может быть, стать патриотом, хотя я и не являюсь. Гордость берется за то, что у нас небо сегодня. Я имею в общем, что небо над головой, нет войны, память о погибших солдатах. Это все на сегодня. Мы с вами во все времена и в пору цифрового телевещания тоже. Если хотите смотреть нас без проблем, подключайтесь к кабельному телевидению и оставайтесь в аналоговом. Все наши новостные ленты, новые проекты и полные версии передач вы можете смотреть в сети интернет. Также там вы можете посмотреть и трансляцию с Парада Победы. Мы продолжаем следить за событиями в городе, информируем обо всем, что происходит, и обсуждаем их вместе с вами. До свидания. До встречи в следующий понедельник. Надеюсь. Этот любимый город Всегда есть вновь с заповод Простите, а что здесь такого? Этот сердце, любимый город Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok